Временная приемная Сергей Филипенко, начальник управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, было удивительно слышать в ноябре, когда появилась информация о том, что Генпрокуратура решила заняться вопросами ЖКХ. Не хватает сил, полномочий тем же органам прокуратуры на местах, тем же муниципалитетам, тем же правоохранительным органам? Почему вдруг Генпрокурор и Генеральная прокуратура? Ну, вообще нужно отметить то, что работа эта полномерно проводится, в том числе в рамках исполнения так называемого 701-го поручения президента Российской Федерации, всеми правоохранительными органами прокуратуры в частности. Управление Генеральной прокуратуры в рамках возложенной неукомпетенции осуществляет координацию работы прокуроров-субъектов Российской Федерации, которые входят в состав Уральского федерального округа, но и в определенной степени других правоохранительных органов. С учетом остроты этой проблемы, многочисленных жалоб, обращений, мы знаем о том, что эта сфера достаточно коррупционно-генаемкая, поскольку в ней крутятся в том числе и бюджетные средства. Генеральным прокурором было принято решение о проведении специальных совещаний в федеральных округах, посвященных этому вопросу, вопросу жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения прав граждан на надлежащее получение жилищно-коммунального хозяйства. То есть слишком много жалоб, слишком много проблем и потребовалось такое смешательство? Да, непосредственно в преддверии этого совещания, 26 октября, им было подписано специальное распоряжение, в соответствии с которым здесь, в городе Екатеринбурге, в месте проведения этого совещания, в частности в управлении Генеральной прокуратуры, организовано и работает временное приемное, куда могут обращаться граждане по всем интересующим их вопросам, насущным вопросам, естественно, в первую очередь по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В три месяца, примерно три месяца, сколько жалоб, порядок хотя бы цифр, десятки, сотни, тысячи? Ну, на конец 2012 года таковых поступило более 240 обращений. Со всего Уральского федерального округа? В целом, со всего Уральского федерального округа, ну, естественно, более 90% от жителей Свердловской области, города Екатеринбурга, в частности, это может быть в какой-то степени объяснимо, поскольку все-таки территориальная приближенность управления Генеральной прокуратурой, она дислоцируется именно здесь, в городе Екатеринбурге, и гражданам просто удобнее. Хотя, естественно, информация о работе временной приема, она доводилась через наших коллег, прокуроров, субъектов, до жителей всего Уральского федерального округа, которые могли и имеют возможность до настоящего времени непосредственно обратиться в управление Генеральной прокуратуры по интересующим вопросам. Но это не значит, что в Свердловской области больше всех проблем в коммунальной сфере? Вообще, анализ работы всех прокуратур, субъектов федерации показывает о том, что не только для Свердловской области эти вопросы актуальны, для жителей Свердловской области. Они во многом схожи, конечно, определяются социально-экономическим, экономическим положением, финансовым положением, бюджетными возможностями каждого региона в отдельности. Но я бы сказал так, что проблемы во многом похожи и актуальны для всех. Тогда какие общие схожие проблемы существуют? На кого, на что жалуются чаще всего жители? Чаще всего жители жалуются на законность действий управляющих компаний, которым они доверили управлять своим жилым фондом, правомерность начисления платы, обоснованность платы тех квитанций, которые они получают ежемесячно. Наверное, прославу-то места общего пользования. Места общего пользования, порядок использования общедомового имущества. Мы знаем, что есть подвальные помещения, есть первые этажи, которые тоже могут использоваться не только для целей, связанных с проживанием. Придомовой территории, которым управляет управляющая компания. Мы знаем, что в рамках действующего 185-го так называемого федерального закона на реформирование объектов жилищно-коммунального хозяйства из федерального бюджета, из бюджетов-субъектов Российской Федерации выделялись значительные объемы денежных средств, которые, как показывает практика нашего надзора, не всегда тратились по целевому назначению. И, может быть, тот ремонт, который был озвучен перед жильцами, перед гражданами, не всегда их во всем удовлетворяет. Я должен сказать, что обращения такие, они порой обоснованы, не беспочвены под собой. Но вы проверяете каждую жалобу? Да. Это без исключения. Каждая жалоба ставится на контроль здесь, в управлении Генеральной прокуратуры. О ее проверках мы в обязательном порядке информируемся, в установленные сроки. И в том случае, если какие-то обращения, по нашему мнению, не всегда правоохранительные органы были адекватны, то ситуации не всегда сделали правильные выводы, то, естественно, стараемся их поправлять. Если же какие-то меры реагирования принимались, то не просто так снимаем из контроля, но продолжаем осуществлять работу по этой жалобе для того, чтобы довести ее до логического завершения. Можете привести какие-то примеры успешного завершения каких-то обращений, каких-то дел, когда действительно удалось помочь людям, и не к вам обращались уже как к последней инстанции, потому что никто не мог помочь? Ну, самый пример, наверное, один из последних. Железнодорожный район, одна из жительниц, дом, который обслуживается управляющей компанией РЭМП, обратилась к нам в управление с тем, что ей приходили счета на оплату услуги по графе так называемого отопления в полном объеме. В то же время она жаловалась о том, что батареи у нее в квартире не совсем хорошо работают, и температура воздуха не соответствует нормативам. Вроде бы банальная ситуация. Но часто встречающиеся. Но часто встречающиеся, и все мы это можем почувствовать, даже в собственных квартирах. Пришли, вышли, убедились в наличии, сделали замеры. Выходят в том числе и прокурорские работники. Очень хорошо взаимодействуем мы, в принципе, с другими контролирующими правоохранительными органами, органами государственной власти. У нас вопросами жилищно-коммунального хозяйства занимается достаточно большое количество уполномоченных органов. И Роспотребнадзор, так называемая служба, сокращенно назову ее, и жилищная инспекция, если мы говорим про Свердловскую область, и Министерство энергетики ЖКХ тоже контролирует, в определенной степени координирует работу. То есть не получается так, поступает жалоба, вы отправляете жилищную инспекцию на места, сходите проверить, они приходят, второй раз проверяют, естественно, пишут, что все в порядке, или управляющей компанией все в порядке. Бывают, может быть, такие казусы, но на самом деле это очень редкий случай, потому что во всяком случае те обращения, которые поступают в рамках временной приемной, я еще раз говорю, что они контролируются, именно для этих целей она и создана, потому что, чтобы не было такого, исключить так называемый формальный подход, тот подход, который только что мы учили. Ну, такой просто тоже часто встречается. Уж подтвердилась информация о том, что в квартире было пол? Да, подтвердилась, подтвердилась, естественно, внесено соответствующее представление как прокурорского реагирования, и после этого данной гражданке был произведен перерасчет. Но в квартире теплее не стало? В квартире теплее стало, я вас уверяю, причин для этого может быть много, в том числе технического характера, не всегда это злой умысел, как это директоров управляющих компаний или беспечность сантехников. А злой умысел, он есть? Есть такие случаи, когда действительно управляющие компании особо не выполняют свои обязательства? Может быть, есть какие-то возбужденные уголовные дела? Ну, опять же, если мы говорим про город Екатеринбург, совсем недавно, значит, вот и на сайте управления Генеральной прокуратуры, и на сайте Генерального прокурора была размещена информация о факте возбуждения 10 января уже 2013 года уголовного дела по статье 165 Уголовного кодекса, за расследованием которого также нами установлен контроль. Что было установлено в ходе доследственной проверки, в том числе и прокурорской проверки, результаты которой послужили основанием для того, чтобы направить материалы уже в органы предварительного расследования? Это то, что управляющая компания «Стандарт», в управлении которой, как известно, в городе Екатеринбурге, это одна из самых крупных, находится более 400 жилых домов, за период 2010-2011 годов не производили обязательную ежегодную корректировку начисляемой гражданам оплаты за услуги отопления и горячего водоснабжения. И в результате жильцов только одного дома по улице 8 марта было незаконно удержано более 1 миллиона рублей. Это с одного дома один миллион, да? Средства достаточно большие, но это и период времени, 2 года и так далее. Я могу сказать, что, может быть, какие-то выводы делать преждевременно, но, тем не менее, основания для возбуждения уголовного дела были абсолютные, фактически, таковое было возбуждено 10 лет. Уголовное дело против руководства управляющей компании, и что грозит в данном случае? Сколько-то лет заключения, я так понимаю? Ответственность достаточно строгая. Уголовное дело возбуждено пока что по факту совершения этого преступления. Расследование покажет, кто из руководства, может быть, из тех лиц, которые обладают полномочиями по начислению, по взиманию платы, по распоряжению теми средствами, которые они собираются с населения, жильцов. А была какая-то конкретная жалоба конкретного? Вообще-то, потому что я вот в данном случае, вот я не знала, как обыкновенный, да, гражданин житель Екатеринбурга, что нужно в конце года проводить обязательный перерасчет отопления горячей воды. Я даже жаловаться бы не пошла по этому поводу. А люди, видимо, такие уже продвинутые, если так можно выразить. Я вас уверяю, люди продвинутые. Особенно в этом отношении у нас надо отдать должное. Граждане пенсионного возраста, мы понимаем, что уровень тех квитанций, которые они получают, может быть, не всегда соответствует их доходам. Поэтому волей-неволей всегда призадумываешься, за что же ты плачешь? За те ли услуги? Того ли качества, которое ты получаешь? В том ли объеме ты расходуешь электроэнергию, тепло, горячую воду, просто воду в своей квартире? Поэтому во многом многие вопросы ставят жильцы. Уголовное дело, скорее всего, исключение в данной ситуации. Как правило, административная ответственность ограничивается? Вы знаете, должен сказать, что к этой ситуации, наверное, это не исключение уголовного дела. Хотя, конечно, констатировать о том, что нарушения законодательства, злостные нарушения, которые влекут уголовную ответственность, они являются повсеместными, наверное, нельзя. Чиновников привлекаете к ответственности? Я, опять же, тоже посмотрела перед эфиром на вашем сайте. Были примеры, когда город Каменск-Уральска, Свердловская область, горячая вода, оказывается, подавалась жителям одного из районов, ненадлежащего качеству, потому что не было элементарно честных сооружений. Там в каком-то одном из районов Челябинской области пенсионер, по-моему, жаловался на то, что подтапливало его дом каждую весну, потому что местной администрации не удосужилось ливневую канализацию элементарно сделать. В данных случаях чиновников наказывают... Да, эта сфера достаточно сложная. Я хочу сказать, что жилищно-коммунального хозяйства, это же не только те услуги тепло, электроэнергия, которые находятся в квартирах, это сети, тепловые трассы, сети водоснабжения, которые находятся в разной сфере ответственности. Иногда это муниципально, иногда в аренде у юридических лиц, в собственности юридических лиц. Но я должен сказать, что в принципе это сфера ответственности должностных лиц органов местного самоуправления, глав муниципальных образований, сети менеджеров, в зависимости от того, какая форма управления у них избрана и предусмотрена уставом. Наверное, так. Чиновников, естественно, привлекаем к ответственности. И вы знаете о том, что генеральным прокурорам было объявлено ряд предостережений здесь в управлении генеральной прокуратуры. Ну, в том числе руководству Екатеринбурга. Руководству Екатеринбурга, Белаярского городского округа, города Косли, Челябинск области, еще одного из предприятий. Ну, для этого нужны какие-то действительно особо веские основания для того, чтобы генпрокурор, предостережение главного муниципалитета. Основания к этому имелись, поверьте. Расскажите про ситуацию в городе Первый Уральский, Свердловской области. Небольшой городок, но там идут какие-то настоящие коммунальные войны. И зам генпрокурора по Уральскому федеральному округу даже потребовала, попросила региональной власти рассмотреть вопрос о подстранении должности главы этого города. Что там такое происходит? Ну, ситуация достаточно напряженная. И, в принципе, я могу сказать, даже сообщить о том, что в Первый Уральск выезжала специально созданная комиссия, в состав которой включались сотрудники как прокуратуры Свердловской области, так и управления генеральной прокуратурой в Уральском федеральном округе. Для того, чтобы на месте уже разобраться с тем же, что там происходит. Вот она находилась на контроле и заместителя генерального прокурора Пономарева Юрия Александровича, и также у полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Алманских. Многочисленные обращения от жителей действительно поступали. А жаловались на что? Жаловались на так называемые двойные квитанции, на качество оказаемых жилищно-коммунальных услуг, на обоснованность начисления платы в достаточно большом размере, по их мнению. И часть доводов этого обращения действительно подтвердилась. А причем здесь мэр? Если двойные квитанции, наверное, виноваты... Если говорить простым человеческим языком, юридическим языком, то в соответствии со 131-м федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления, организация работы по надлежащему теплоэлектрогазоводоснабжению в муниципальном образовании возлагается на как раз-таки глав муниципальных образований. Они в силу вот этой обязанности должны контролировать, координировать и организовывать самую главную работу всех жилищно-коммунальных служб на территории городского округа, в частности, Первого Уральска. Независимо от того, частная это компания, какая-то, как управляющая компания, или муниципальное предприятие. То есть просто мэр недосмотрел, я правильно понимаю? По-нашему мнению, да. Мэр недосмотрел, не принял надлежащих усилий для того, чтобы вот поток те нарушения, которые явились, о которых свидетельствует поток обращений граждан в управление Генеральной прокуратуры, не допустить. И выезд показал, что так, в принципе, оно и есть. К нашему мнению, он фактически самоустранился. Но даже он призывал не платить, я помню, даже это освещало в семье, не платить за какие-то коммунальные услуги до того момента, пока не будет... Правильнее было бы разобраться, как говорится, и разобраться нужно было как раз-таки не по факту, когда ситуация вышла уже за пределы городского округа на уровень прокуратуры, генеральной прокуратуры, областных властей, телевидения, естественно, средств массовой информации. Все это можно было сделать гораздо раньше, поверьте. Но мэр пока занимает свою должность, или это вопрос не быстрый, и дело тут корейшее? Вопрос, на самом деле, не быстрый, документ анализируется, но есть ряд таких моментов, в которых нельзя с шашкой махать и так снимать. Хорошо, Сергей Владимирович, приемный называется временный, это значит, что у него есть какой-то определенный временной промежуток работы, или пока все проблемы не разгребете, вы все работаете? До настоящего времени временная приемная функционирует до завершения, до окончания отопительного периода 2012-2013 года. После этого будет приниматься решением руководством Генеральной прокуратуры, Генеральным прокурором о возможности продолжения или свертывания деятельности этой предприятия. Я пользуюсь случаем, как бы хотел еще раз обратиться к жителям не только Свердловской области, города Екатеринбурга, обращаться в управление Генеральной прокуратуры по всем интересующим их вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Даже если какая-то цифра не понравилась коммунальной квитанции, уже можно писать Генпрокурору. В принципе, можно, но есть еще прокурорные места, которыми мы тоже сориентировали на надлежащую работу в этом направлении. И правильнее было бы сделать, обратиться сначала в прокуратуру города, района, прокуратуру субъекта федерации у нас, 4 области, 2 автономных округа в аппарат, для того, чтобы разрешили это обращение. Могут и напрямую. А писать можно по почте электронка? Можно по почте, можно электронкой, значит, адрес электронной почты. То есть приходить лично приезжать на какой-то привод? Приезжать не обязательно. Сделайте пометочку во временную приемную генерального прокурора и будет достаточно. Спасибо. Спасибо вам большое, что пришли сегодня. Спасибо. Я напомню, в эфире была программа «Гузня». До свидания. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...